ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дарова, братаны! С вами Алекс Лобстерс, это бесконечное лето, моделисы, и мы продолжаем его проходить. В голове потихоньку начал созревать план. На складе есть. Пошли. Я вскочила со скамейки и потянула Ульянку за руку. За руки. Она буквально пробежала пару метров и сразу же остановилась, схватившись за живот. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё такое? Живот прихватило. Начинается. Меньше жадничать надо было в столовой. Ты беги, а я в медпункт загляну, потом подойду к складу. Хорошо, там и встретимся. Я подбежала к складу. Он представлял из себя обыкновенный сарай, который, казалось, вот-вот развалится от старости. На двери висел небольшой металлический замок, весь изъедненный ржавчиной. Да такой можно открыть любой веткой. Сняв свою любимую заколку, я просунула остриё в замочную скважину и провернула её. Даже стараться не пришлось. Едва я вошла внутрь, как чуть не наступила на грабли, валявшиеся посреди пола. Ловушка для грабителя? Оставив грабли у стены, я осмотрелась. Стремянка нашлась сразу. На вид она была невысокой. Добраться до головы памятника по такой не получится. Да и вообще, как я себе это представляю? Ползти по ней наверх, куда-то под небеса? Даже если заберусь на памятник, меня будет видно со всех концов лагеря. И потом вожатая заставит нас его отмывать. Тупее идеи не придумать, лучше поискать что-нибудь другое. Я стала изучать содержимое сарая. Барахла здесь было даже больше, чем в клубе кибернетиков. Мой взгляд упал на один из мешочков, стоявших на полке. На мешке крупными буквами было написано. Удобрение. Селитра. Селитра. Целый мешок. Я вспомнила, как недавно вычитала в одной из книжек рецепт пороха. Он был невероятно прост. Всего-то требовалось три компонента. Уголь, серый и селитра. Раскрошить, смешать и поджечь. Я пыталась создать его в домашних условиях, но не вышло. Дело застопорилось как раз на селитре, которую я нигде не смогла найти. Но тут сразу целая куча. Теперь я точно знала, что буду делать. Самую настоящую бомбу. Но нужны были другие компоненты. Я решила еще раз проверить склад. Однако здесь, как ни странно, ничего не нашлось. Ладно, серо, но не было даже угля. И как быть? В этот момент мне на помощь пришла Ульянка, вернувшаяся из медпункта. Все, я здесь. Ну что, вылечилась? Жить буду. Усмехнулась она. Нашла краску? Есть идея, получше. Я посвятила Ульянку в свой план. Та пришла в настоящий восторг. Здорово, целый фейерверк будет. Ага, только деталей для него не хватает. А что нужно? Сера и уголь. А я знаю, где есть сера. Неожиданно сказала она. Где? В кружке кибернетиков. Я видела там у них кучу разных порошков. Ну зачем? Они же электроникой занимаются, а не химией. А я откуда знаю? На всякий случай. Ладно, сходим туда. А уголь? Его нигде не видела. Задумалась я. Можно ведь взять активированный и в таблетках. Ты сейчас в медпункт ходила. Тебе медсестра не дала его? Ульянка странно хихикнула. Не, я по-другому лечилась. Но у неё точно есть. Значит, возьмём оттуда. Забрав мешочек с селитрой, я закрыла дверь сарая и снова повесила на неё замок, закрыв заколкой. Будто ничего и не было. Мы шли в сторону клуба. По пути я думала, как же заполучить требуемое вещество. Будь здесь Шурик, я бы, наверное, смогла с ним договориться. С электроником же у нас были не самые лучшие отношения. Ничего, как-нибудь справимся. Поднявшись на крыльцо, я постучала в дверь. Ответа не последовало. Ну конечно, он ведь сейчас на поисках. Что будем делать? Я дёрнула за ручку дверь. И та неожиданно поддалась. Идём. Здесь действительно никого не было. Ну, раз договариваться не с кем. Где ты её видела? Возле того стола. Мы приступили к обыску. Это была уже моя вторая кража за сегодня. Ладно, хоть на сей раз обошлось без взлома. Впрочем, какая это кража? Всё брать не будем. Просто немного позаимствуем. В одном из ящиков стола я нашла кучу небольших пакетиков. И сразу же в руки попалась упаковка с заветной надписью. Нашла. Отлично, уходим. Погоди, нам столько не нужно. Давай отцепим куда-нибудь. Сейчас. Мы вновь начали рыться в ящиках. Отыскать пустой пакетик оказалось не такой уж простой задачей. Внезапно Ульянка изменилась в лице. Смотри! Она указала мне на окно. Вдалеке по дорожке неторопливо двигались Ольга Дмитриевна с электроником. Эта парочка явно шла в сторону клуба. Бежим! Я быстро захлопнула ящик стола и положила пакет с селитрой в карман. Куда бежать? На улицу поздно. Заметят. Тогда прятаться. Я метнулась была в сторону кладовки, но идея показалась ещё хуже. Вдруг зайдут туда. Слишком опасно. Счёт шёл на секунды. Ольга... Ольга Дмитриевна с электроником стремительно приближались. Сюда! Одно из окон было не закрыто. Я подбежала к нему и распахнула створку. Вылезай! В ту же секунду Ульянка выпрыгнула из окна, и я последовала за ней. Оказавшись на улице, мы быстро забежали в ближайший лесок. Мы продолжали бежать по лесу, хотя вроде бы никакой погони и не было. Но лучше не рисковать. Давай разделимся, сказала я и передала Ульянке пакетик с серой. Отнеси это в домик, а я сгоняю до медпункта. Идиот! Она выхватила у меня из рук пакетики, мы разбежались в противоположные стороны. Теперь точно не догонят. Я подбежала к медпункту. Здесь моей задачей было достать уголь. Прикинусь больной. Не сбавляя скорости, я забежала внутрь. Однако здесь вместо медсестры сидел Семен. Откуда? На секунду я опешила. Ты что здесь делаешь? Сижу. Невозмутимо ответил он. Сейчас я была настолько поглощена подготовкой бомбы, что даже не стала задумываться о нашей очередной случайной встрече. В принципе, это не так уж и плохо. Можно обойтись без формальностей. Ну и ладно. Так даже лучше, что медсестры нет. Заболела? Ехидно спросил он. Вместо ответа я подошла к столу. Подвинься. Зачем? Чтобы ящик смогла открыть, очевидно же. Зачем это? Но Семен не собирался уступать мне так просто, грудью встав на защиту стола. Тебе какое дело? Грубо спросила я. Ну, я тут вроде как исполняющий обязанности. Я задумалась. Может, рассказать ему про свою задумку? Не, лучше не надо. Придется возвращаться к начальному плану. Дай мне тогда активированный уголь. Живот болит? Поинтересовался он. Да! Ответила я. Однако вместо болезненного голоса получилась какая-то ехидная насмешка. Выглядело не очень убедительно, и Семен пристально смотрел на меня. Ладно. Неожиданно смягчился он и потянулся к ящику стола. Достав оттуда нужную упаковку, он протянул ее мне. Вот так повезло. Спасибо. Недолго думая, я выхватила у него из рук таблетки и выбежала из медпункта. Здесь я немного отдышалась. Все-таки бежала до этого безостановочно. Таблетки на месте. Действительно повезло. В кои-то веки рядом с Семеном не возникло никаких проблем. Неужели правда поверил в то, что у меня болит живот? Или ему просто было лень спорить? Не так важно. В любом случае, я была рада, что он не стал чинить мне препятствий. Пора было возвращаться к делу. Спокойным шагом я направилась к своему домику. Здесь меня уже ждала Ульянка. Ну как, отдала тебе медсестра таблетки? А то. Надо же. Я бросила на стол упаковку с углем. Все готово. Достав из тумбочки несколько листов бумаги, я расстелила их на полу. А затем высыпала на них собранные ингредиенты. Ульянка от радости аж подпрыгнула на кровати. Ух ты, химии, чуть сейчас будем. А не взорвемся? Не будешь баловаться, тогда может пронесет. И так, что нужно? Угля и серы примерно по... поровну. Селитры же в четыре раза больше. Я распаковала упаковку с углем. Но в таком виде его использовать было нельзя. Чем таблетки раздавить можно? У нас в шкафу молоток есть. Займешься этим? Легко. Ульянка соскочила с кровати и достала из шкафа молоток. Положив таблетку на центр листка, она прицелилась и ударила... По ней со всей силы. Домик содрогнулся, однако таблетку уцелела. Выскочив из-под молотка, она со звоном ударилась об стенку. Не, так дело не пойдет. Беги-ка за ступкой в столовую. Слушаюсь, командир. Ульянка выбежала из домика, я же начала разделять ингредиенты. Наверное, сейчас со стороны я действительно была похожа на химика. Не хватало только маленьких весов, на которых можно все было отмерить точно. Приходилось работать на глазок. Аккуратно отцепав небольшие порции серой селитры, я объединила их вместе и перемешала. Не маловато ли? Для первого раза казалось достаточно. А оставалось только добавить угля. Ульянка вернулась через пару минут со ступкой в руках. Готово! Мы раскрошили таблетки. Отмерив необходимую дозу, я добавила ее в смесь. Свернув листок в клубочек, я тщательно его встряхнула. В результате получился однородный порошок сочного серого цвета. Настоящий порох. Запах был соответствующий. Теперь финальные штрихи. Я оторвала небольшой кусочек ткани от тряпки. Будет вместо фитиля. Наконец достала из своего мешка припасенную зажигалку. Выдвигаемся. Дойдя до площади, мы остановились. Заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Несколько ребят, сидевших на скамейниках, встали и отправились к столовой. Успеем поужинать? Лучше сейчас сделать, пока никто не видит. А кушать когда? Я задумалась. Давай ты сходишь, принесешь что-нибудь. Тут и перекусим. Идет, только не взрывай без меня. Конечно. Ульянка быстро скрылась из виду. На площади остались только я и Генда. Но держись. Озираясь, я подошла поближе к памятнику. Хорошо, что не было ветра, иначе всю химию разом сдула бы. Но от греха подальше, я все-таки накрыла горстку листочком и воткнула в нее припасенный фитиль. Вот и все приготовления. Успела бы даже на ужин сходить, но ничего. Теперь бы только дождаться Ульянку. Солнце медленно садилось за горизонт. Наступал вечер. Что ж так долго? Наконец из двери столовой появилась Ульянка. В руке она держала стакан кефира и булочку. Держи. Перекусить сейчас было весьма кстати. Ну что, поехали? Поехали. Зажигалка была уже в руках. Обратный отсчет. Три. Два. Один. Я черкнула зажигалкой и поднесла ее к фитилю. Огонь медленно начал расходиться по ткани. Мы отбежали в кусты. Ба-бах. Яркая вспышка, грохот и небольшой дымок, который через секунду развеялся. И это все? Генда не пострадал. Лишь крупные следы копоти на пьедестале напоминали о том, что здесь что-то произошло. О, бомбануло-то неплохо. Но я все равно была немного разочарована. Надо было сделать смесь побольше. Ульянке, впрочем, понравилось. Круто! Восторженно сказала она. Но мало, надо еще разок. Но больше у меня пока не было. С чувством выполненного долга я положила зажигалку в карман рубашки, вышла из кустов и отряхнулась. На шум взрыва быстро начала собираться толпа. Чтобы не вызывать подозрений, мы устроились где-то на краю. Через минуту здесь появились... Появилась и Ольга Дмитриевна. Она внимательно осмотрела следы копоти на памятнике. Ну и кто это сделал? Вожатая стала пристально разглядывать ребят. Наконец ее взгляд добрался и до нас. Я невольно отвернулась. Вы двое, ко мне! Похоже, она обладала каким-то детективным чутьем. А я тут при чем? А что сразу я? Хором возмутились мы, подойдя поближе. Доказательств у нее был бычь не должно. Если вы считаете... Начала я, но вожатая сразу же меня перебила. Двачевская, покажи-ка руки! А что с ними не так? Я взглянула на свои руки. Они все были измазаны в чем-то черном. Была запачкана и рубашка. Моя алхимия не прошла бесследно. И никакого чутья не надо, чтобы это заметить. Теперь понятно. Из чего бомбу делала? Вся толпа пионеров с осуждением смотрела на меня. Отпираться было бессмысленно. Помирать так с музыкой. Активированный уголь, селитра и сера. Сказала я гордо. И почему именно памятник? Чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек, борец за права? Ее речь обещала быть долгой и интересной. Ольга Дмитриевна отчитывала только меня. Ульянке повезло больше. Уже второй раз за сегодня я попала под раздачу. Невезучий день. Неподалеку от вожатой я заметила Семена, который смотрел на происходящее с равнодушным видом. Вообще-то он тоже к этому причастен. И к первому разу тоже. Уголь, кстати, он мне дал. Выпалила я и показала пальцем в его сторону. Вся толпа тоже переключилась на Семена. Она украла, я тут ни при чем. Испуганно начал отбиваться он. Даже если я дал, я уверена, что Семен не стал бы участвовать в столь омерзительном антиобщественном акте. Да-да, именно. Ольга Дмитриевна снова вернулась ко мне. Моя репутация и так была не на высоте, а теперь ей был нанесен сокрушительный удар. На сей раз мне вряд ли удастся избежать наказания. За сегодня я его, несомненно, заслужила. В ожидании приговора я стояла молча, выслушивая причитание вожатой. Это могло продолжаться и еще долго, но тут на площадь, словно ошпаренной, вбежал Электроник. Нашел! Нашел! Кричал он. Вот. Электроник продемонстрировал толпе какой-то ботинок. Это ботинок Шурика! Все вокруг живо начали обсуждать происходящее. Это мой шанс. Сейчас на меня никто не смотрит. Если улизнул, могу хотя бы на сегодня отсрочить наказание. Но тогда придется прятаться отстаток дня. А с другой стороны, было очень интересно, что же все-таки произошло с Шуриком. Как же быть? Мммм... Останемся на площади. Я решила остаться и узнать, что случилось. Так, успокойся. Вожатая разговаривала с Электроником. Расскажи подробно, где ты его нашел? В лесу. На тропинке в старый лагерь. По рядам пробежал какой-то шепот. Старый лагерь! Старый лагерь! Точно старый лагерь! Вот где нам надо было бы посмотреть! Прошептала мне на ухо Ульянка. Его туда черти утащили, небось. Ответила я ей. Ты уверен? Абсолютно! А че такого в этом старом лагере? Вмешался в разговор Семен. Да ничего такого на самом деле! Не уверена ответила вожатая. Одна из легенд Семенка гласит, что там живет привидение молодой вожатой, которая влюбилась в пионера, но не найдя взаимности, покончила с собой. Электроник говорил таинственным голосом, будто рассказывал байку возле костра. От любителей мистики не было никакого спасения. Сделала Харакири кухонным ножом, а мальчика этого на следующий день сбил автобус. Ульянка радостно выбежала из толпы. Автобус? С каким-то странным смехом переспросил Семен. Но наука не допускает существования привидений, поэтому опасаться там нечего. Все равно кто-то должен туда пойти. Ольга Дмитриевна, уже почти ночь. Может завтра? А если ночью? Ночью с ним что-нибудь случится? Нет, сегодня. Сейчас! Ребята вокруг меня начали быстро расходиться. Никто не хотел случайно стать добровольцем. Кстати, а где это? Спросил Семен. Электроник вкратце объяснил ему дорогу к лагерю. Неужели собирается туда идти? Вожатая пристально посмотрела на Семена. Если вы думаете, что я... Ты один здесь остался из мужчин. Как же Электроник? На того и след простыл. Что-то я здесь застоялась. Пора бы тоже линять. Я потихоньку попятилась назад. Семен оглянулся, но заметив пустую площадь, понял, что добровольцев сегодня... Добровольцем сегодня будет именно он. А с тобой пойдет Двачевская. Неожиданно добавила Ольга Дмитриевна и уставилась на меня. Не успела. Это почему? А кто памятник взрывал? И ладно бы только это, кто еще пытался оклеветать Семена? Не хотелось бы еще больше сердить вожатую спорами. К тому же, это все равно было бесполезно. Сказав все, что хотела, она покинула площадь. Остались мы с Семеном наедине. Влипла так влипла. Мысль о том, что сейчас вечером мне придется пилить неизвестно куда, совсем не радовала. Разумеется, ни на какие поиски идти я не собиралась. Да еще и с Семеном, который буквально притягивал к себе неприятности. Доволен. Бросила я ему. А я-то тут при чем? Я что ли памятник взрывал? Я отвернулась, фыркнув носом. Никуда я с тобой не пойду. Да и ради бога. Вот и отлично. Прекрасно. Обмен любизностями был окончен. Какое-то время мы просто стояли молча. Это все? Что все? Все, что ты хотела мне сказать? Все. Тогда можно поинтересоваться, зачем ты пыталась памятник взорвать? Просил он спокойно, и я немного смягчилась. Сложно было. Да уж, помогло развеселиться. Вновь повисла небольшая пауза, и Семен вернулся к теме. Значит, боишься? Китро спросил он. Это уже любопытно. Семен не просто собирался в поход, так вдобавок хотел прихватить с собой и меня. Мало того, что еще и пользовался моими методами. На слабо меня хочешь взять? Не, что ты. Тогда счастливо оставаться. Язвительно сказал он и развернувшись, зашагал в сторону леса. Я осталась на площади одна. Отчего я упрямлюсь? Мелькнула в голове мысль. Ведь давно хотелось ходить в этот лагерь. А тут такая возможность. Целое приключение, которое может получиться интересным. И что с... Ну и что, что с Семеном? Могло бы быть и хуже. Да, иногда он подкладывал мне неприятные сюрпризы, вроде сегодняшнего. Но ведь были и положительные моменты. Вчера, например, пришел на сцену или сегодня помог с бомбой. Пускай и невольно. Важные моменты Семен меня пока не подводил. Значит, не так он и безнадежен. Можно положиться. Или, по крайней мере, дать шанс. От одного раза не помру, лишь бы снова ничего не выкинул. Я решил идти. Интерес к походу перевешивал все возможные минусы. А каким этот поход получится, узнаем уже в следующий раз. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на мой паблик и на паблик бункера танкистов ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok